Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Я сегодня расскажу Вам, как правильно выбрать печень, а потом мы приготовим с Вами отбивные из этой печенки. Блюдо очень вкусное. Итак, дорогие мои друзья, прежде чем готовить что-то из печени, мы ее прежде всего должны купить. Это, конечно, не оспаривается. И тут вопрос в том, как правильно подойти к этому вопросу. На базаре Вам будут подсовывать любую печенку, рассказывая, что это молодой поросенок, и эта печень нежнее, чем пух на Ваших губах. В принципе, могу поверить опытным и проверенным торговкам, но в основном это, в принципе, наводит тень на плетень. Как определиться, что Вам не подсовывают печень старого животного? В принципе, печень, она любая хороша. Если уже Вы купили старую печень, допустим, уже она у Вас лежит в холодильнике, Вы из нее всегда можете сделать паштет. Таким образом, ее желковатость, ее грубоватость будет при помощи мясорубки превращена в пышную и шелковистую массу. Но, если Вы собираетесь делать отбивную или поджарить просто печенку, обращайте внимание на те слова, которые я Вам сейчас скажу. Дело в том, что я научилась печень выбирать, мне уже не подсунешь гадость вместо молодой печени. Как я ориентируюсь? Во-первых, смотрим первое дело на цвет печени. Очень крупные печенки, особенно если они у Вас там на крючах висят в виде кусков, говорят о том, что перед Вами печень старого животного. Чем старше животное, тем крупнее у него печень, чем старше животное, тем темнее у него печень. Вот, пожалуйста, обращаем на это внимание. Молодая печенка должна иметь ярко выраженный цвет молочного шоколада. Надеюсь, Вы видите, что она в общем и целом шоколадного цвета должна быть. Ни в коем случае не темно-темно-красная и не бурая. Молодая печень обычно, и небольшая по размеру, она в общем и целом, если висит цельная печеночка, Вы видите, а состоит она из двух фрагментов, таких вытянутых, значит, уже даже по внешнему виду видно, что это печень молодого животного. Если печень порезана на крупные куски, Вы всегда должны задуматься над тем, что Вам подсовывает печень взрослого, то есть уже очень взрослого животного. Такую печень берем только на почти. Так, теперь следующее, на что обращаем внимание. Перед тем, как взвешивать печень, попросите ее внимательно рассмотреть. Если появится возможность, даже прощупай. Если животное было больно, часто заражена печень. Как это выглядит? Если печень имеет какие-то камушки при прощупывании, такие вот, можно сказать, окаменелости, это говорит о том, что животное было нездорово. Такую печень постарайтесь не брать. У печени должны быть только желчные протоки. Крупные, соответственно, и это для Вас сигнал к тому, если Вы не видите больше никаких изменений, тем более вот этих вот окаменелостей при прощупывании, это печень доброкачественная. Это второй момент, на который надо обращать внимание. Теперь печень должна быть равномерного цвета. Если Вы где-то видите зеленоватые подтеки на печени, это значит, во время забоя печень неосторожно вырезали, и, соответственно, протекла желчь. Печень такая будет безумно горькая. Поэтому, дорогие мои друзья, если видим, что здесь какой-то наплыв неестественного цвета с зеленоватым отливом, это разлившаяся желчь. Такую печень тоже не берем. Печень молодого животного, это очень деликатный продукт, и, соответственно, именно за ним и надо ходить на базар. Еще раз напоминаю, основные критерии, по которым мы выбираем печенку. Во-первых, у нее должен быть нежно-шоколадный цвет, раз. Если печень порезана большим куском и висит на крючке, уже не подходим к ней. Это печень взрослого животного. Мы берем такую печень только в единственном случае, если готовимся делать паштет. Для всех остальных блюд ее не берем. И если видим какой-то подтек зеленоватого оттенка, эта печень заражена желчью. Желчь делает все безумно горьким. Вот если вы обратите внимание на такие моменты, плюс нету никаких неожиданных таких вот камушков, окаменелостей, значит, пожалуйста, перед вами здоровая, приятная печень. Ее можно брать. Мы принесли выбранную хорошо печенку домой. Теперь что мы из нее делаем? Я люблю делать отбивные из молодой печенки, потому что это очень деликатный продукт. Печень перед этим я режу на фрагменты. Фрагменты могут быть либо вот такие коротенькие, либо длинные, срезанные в виде пласта. Режу всегда печень на косую, снимаю пласты. Там, где уже пласты снять нельзя, режу уже вот на такие кусочки. Желчные протоки. Вот специально оставила здесь кусочек, чтобы вы видели. Здесь в печени могут встречаться всевозможные жилки. Их надо будет обязательно удалять, поскольку печень у нас благополучно, эти фрагменты очень грубые, они спортят вкус блюда. Это обязательно. Теперь, некоторые рекомендуют снимать пленку с печени. Снять пленку с печени фактически нереально, поэтому вы на нее, пожалуйста, не заморачивайтесь. Если вы готовите печень цельным куском, то сделайте на поверхности печени надсечки, которые перережут пленку и не позволят ей стянуть ваш продукт в единый комок. Это очень важно. Но мы сегодня готовим не такую печень, мы готовим отбивные. Итак, перед нами пласты. Как любую отбивную, это надо у нас отбить. Отбивать печень задача не из легких, особенно для кухни, поскольку она влажная и очень сильно разбрызгается в момент отбивания. Для этого у нас применяются пакетики. Пакетик накладывается на печень и гладкой стороной тяпки начинаем аккуратненько это дело отбивать. Благодаря пакету у меня процесс идет безболезненно для окружающих. Попробуйте для примера отбить просто печень без пакета. Мало не покажется ни вам, ни вашей кухне. Поэтому берем на заметку, как глубоко отбивать печень. Печень продукт нежный, поэтому отбиваем нежно, осознавая, что нам ее надо как бы ее структуру нарушить, для того, чтобы она стала тоньше и быстрее прожаривалась, но при этом не превратить ее в кашу, что очень легко сделать. Поэтому усилие молотка соразмеряем со здравым смыслом. Так, теперь снимаем наш пакет и наши отбитые отбивные из печени укладываем на отдельную тарелочку. На очередных кусочках еще раз покажу вам весь процесс. Вот у меня сейчас на кусочке явно присутствует пленка. И бить я буду молоточком именно по пленочной части, для того, чтобы ее нарушить. Здесь тоже кусочек покрыт пленкой. Кладу таким образом, чтобы пленка сейчас попала под молоток. Накрываю пакетом. Можно пользоваться одним пакетом, невзирая на то, что он, собственно говоря, уже испачкан кровью, потому что крови здесь достаточно. И тут, к слову сказать, коль мы за это заговорили, почему печень является поставщиком гемоглобина. Она полна железом, и людям, у которых слабый гемоглобин, очень рекомендую на печень посмотреть повнимательнее. Даже если вы ее не любите, скорее всего, вы ее не любите, потому что неправильно готовите. Неверно приготовленная печень похожа на подошву. Сегодня будем раскрывать все секреты печени, поэтому не волнуйтесь, блюдо получится вкусным. Итак, здесь у нас под пакетом находится пленочная сторона. Начинаем аккуратненьким способом расплющивать наши кусочки, для того, чтобы они стали более плоские. Превращать в кашу не планируем, напоминаю, еще раз. Значит, чувствуете, что печень начала распластываться. Все, пора ваше молоточное дело заканчивать. Укладываем. Сейчас я возьму паузу, отобью все заготовки, которые у меня остались, и потом покажу следующий процесс приготовления наших отбитых. Наши заготовки отбиты, мы полностью готовы к тому, чтобы начать панировать, но перед этим мы ставим на средний огонь сковороду, для того, чтобы она разогрелась. Печенку жарим всегда на среднем огне, и пережаривать печенку нельзя. Дело в том, что именно вот эти жесткие невкусные вещи получаются тогда, когда печенка сверх всякой меры находится на сковороде. Поэтому, как только печенка из кровавой стала серого цвета, она готова. Даже если вам показалось, что это делается очень быстро. Для того, чтобы ее прожарить окончательно, и она стала безопасна для вас полностью, вы еще можете применить вот тот метод, который применяю я. Жарю все на среднем огне и под крышкой. За это время у нас все успевает не подгореть, а проготовиться. Соответственно, получаем вкусный и готовый продукт. На среднем огне разогревается жир на сковороде, и я еще дополнительно сыплю щепотку соли прямо на сковороду. Для печени этот прием наиболее подходит. Дело в том, что если вы печенку насолите заранее, она обязательно стянется, и станет жесткая. Поэтому солим печень только в процессе готовности, буквально за несколько минут до того, как вы ее будете удалять с сковороды. Для одной стороны допустимо насыпать соль на сковороду, а вот вторую будем солить, когда печень будет готова полностью. Теперь к панировке возвращаемся. Панируем традиционно в яйце и в муке, как это делается для любых отбивных. Яйца перед тем, как мы с вами их начнем использовать для панировки. Мы слегка подсолим чуть-чуть, на померкну. И добавляем сюда любые перцы или специи, какие мы хотим. Вот. Вот эти вот вещи яичные, они называются льезон. Льезон может быть с добавлением воды или чисто яичным. И когда вы в рецепте прочитаете обмакнуть льезон, это вы должны понимать, что вы будете обмакивать яичную смесь. Вот заодно мы проходим льезон без молодого бойца. Для того, чтобы было удобно, миски конусные не очень подходят, поэтому переливаем часть яичной смеси, заготовленную на тарелку, и начинаем готовиться к панировке. Каким образом это делается? Сначала печень обмакиваем в муку, для того, чтобы запечатать ее возможное вытекание. Потом в яйцо. И потом опять в муку. Все, после этого печень отправляется на нашу сковороду. Дальше, как видите, шипения еще интенсивного нет, потому что печенка будет жариться на очень незначительном у нас огоньке под крышкой. Поэтому я ничего тут не раскаливаю до обморока. Опять в муку и на сковороду. Так, еще один кусочек проделаю у вас на глазах, все остальное сделаю за кадром. С каждым последующим кусочком буду поступать так же, как и с этими, которыми вы пометили. Опять в яичко, опять в муку. Для чего еще делается средний огонь? Я могу вам сказать еще дополнительно. Дело в том, что печень переполнена просто вот этим кровью, и, соответственно, образуется очень быстрый нагар. Если у вас на сковороду сразу вся печенка не вошла, быть может, перед второй партией вам придется помыть сковородой и разогреть по новой, потому что нагар, который остается, портит вкус блюда. Поэтому либо сразу пережариваем все на одной сковороде. Для этого надо иметь, как у меня, сковородку достаточного диаметра. Либо придется сменить жир несколько раз. В зависимости от порции вашей печенки. Ну что ж, встретимся чуть попозже. Жарю печенку я под крышкой. Открываем, смотрим. Печень жарится очень быстро, поэтому сильно расслабляться в этом смысле я вам не советую. Переворачиваем спокойно кусочек. Как видите, у меня все здесь делается на мизерном огоньке. Это очень важно. Мы сейчас стремимся не только получить корочку нашей отбирной, мы еще стремимся к тому, чтобы у нас она была проготовлена изнутри. Поэтому переворачиваем нашу отбирную. Я думаю, что минутки 2-3 и наша отбирная будет полностью готова. При этом накрываю крышкой и покажу, какой у меня огонь. Самый-самый малюсенький огонь. На таком огне я жарю отбивные. Мне очень не хочется, чтобы они у меня подгорели. Так, дорогие мои друзья, быстро приготовленные печень готовятся, напоминаю, очень быстро отбивные из печенки. Мы ее уже подоевать собрались к столу и только сейчас дополнительно досаливаем. Эта соль подчеркнет вкус печени и будет как раз уместна именно сейчас. Ну что ж, дорогие мои друзья, очень вкусное, быстрое блюдо. Берите на заметку, поднимайте гемоглобин и настроение вкусной едой. Приятного аппетита!